Добрый день, уважаемые одесситы! Как вы знаете, сейчас в мире очень актуальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. У многих людей возникают вопросы о том, готова ли Украина и готова ли Одесса к противодействию в случае возникновения этого заболевания, какие меры принимаются. И сегодня мы собрали те вопросы, которые интересуют одесситов, для того, чтобы ответить на них в прямом эфире. Наши специалисты сегодня это заведующий сектором инфекционного контроля и иммунопрофилактики Департамента здравоохранения Одесского городского совета Виктор Кириллович Бакал и директор Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Яковлевна Лаврякова. Виктор Кириллович, пожалуйста, можете озвучить актуальную информацию относительно заболеваемости коронавирусом в мире? На сегодняшний день статистика и вообще учет заболеваемости острой респираторной инфекцией, которая вызвана коронавирусом, который называется еще COVID-19, хорошо отлажена и дается информация чуть ли не ежечасно. По состоянию на 10 часов сегодняшнего дня в мире зарегистрировано 73 335 случаев заболевания, в том числе 1873 случая с летальным исходом. Полностью выздоровело от данной инфекции 12 877 заболевших. 99% случаев заболевания зарегистрированы на территории Китая, 454 случая зарегистрированы на лайнере, который пришвартован в Японии. Из 1873 смертей подавляющее большинство, 95,5% приходится на территории провинции Хубей. Центром, который является город Ухань, данное количество составляет 95,5% от общего количества летальных исходов. Остальные случаи заболевания в основном тоже зарегистрированы в Китае, это 84 случая, а за пределами Китая 5 случаев, 4 восточно-азиатский регион и один случай во Франции. Если коротко, то в принципе по заболеваемости, по статистике. Скажите, пожалуйста, что по поводу Украины и Одессы и какие меры сейчас предпринимаются для обеспечения готовности в случае необходимости реагирования на случай коронавируса? Скажем так, в Украине и в Одессе в случае заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, не зарегистрировано. Мероприятия, которые проводятся в городе Одессе, они полностью идут в унисон с теми мероприятиями, которые проводятся в целом в Украине. Значит, ситуация по заболеваемости коронавирусом стала ухудшаться в конце декабря 2019 года, поэтому и COVID-19. 24 января уже в Украине Министерство здравоохранения был принят соответствующий приказ, который рекламентирует деятельность всей медицинской службы Украины в направлении предотвращения заноса и распространения данной инфекции. Данным приказом полностью расписаны мероприятия профилактического, противопедемического и лечебного характера, в том числе и по диагностике. С учетом данного приказа было проведено заседание комиссии ТПЧС у нас в городе, на котором акцентировалось внимание в двух направлениях. Первое направление – это ухудшение эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города. И в том числе обсуждался вопрос по ситуации с заболеваемостью острой респираторной инфекцией коронавируса. На основании приказа и на основании тех рекомендаций, которые мы получали постоянно с Департамента здравоохранения и госадминистрации, были проведены несколько рабочих заседаний в Департаменте здравоохранения, на котором полностью было акцентировано внимание по подготовке лечебной сети города Одессы на случай возникновения заболевания. И акцент делался на укреплении материально-технической базы. Лечебная сеть города Одессы, в принципе, ежегодно готова к работе в эпидсезон гриппа. Пересматриваются планы, идет подготовка материально-технической базы, идет подготовка кадров. С учетом того, что данная инфекция требует некоторых особенностей в подготовке материально-технической базы, это и защитные очки, это и перчатки, это респираторы, это маски. Были проведены расчеты по каждым видам лечебных учреждений, я имею в виду первичное звено, звено консультативно-диагностических центров, стационаров. Основную базу лечебного учреждения это городской клинической инфекционной больницы. Ориентировочные расчеты были направлены всем руководителям, которые, в принципе, уже заканчивают вопрос укомплектования. То есть вопросы финансовые, вопросы закупки решены сейчас, будет процесс поставки всего необходимого. То есть мы можем говорить о том, что уже специалисты произвели расчеты, сколько необходимо того или иного там оборудования защитных средств для учреждений, и закупки начаты, и может быть нам Светлана Яковлевна тогда покажет образцы того, что уже инфекционная больница получила. Да, мы можем показать на камеру. Я закончу. Значит, 4 февраля всем руководителям ЛПУ направлены телефонограммы о закупке средств индивидуальной защиты, которые необходимо срочно приобрести. Притом для стационаров идет перечень с определением суммы, для центров первичной медико-санитарной помощи, для инфекционной больницы. То есть все расчеты есть, и все знают, что покупать, как покупать и за что покупать. И, в принципе, на подготовку, именно на подготовку предварительные расчеты показали о необходимости более 1,6 млн грн. для этих целей. Что касается внесен действия Департамента здравоохранения, на прошлой неделе вышло распоряжение Кабинета министров, которое было подписано 3 февраля. То есть в Украине действует оперативный штаб, который создан приказом Министерства здравоохранения 185-го. Было заседание в конце января оперативного штаба. На оперативном штабе разработаны четкие мероприятия, которые вылились в национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса распространения данной инфекции. Что интересно в данном национальном плане, это то, что в Украине создаются временные противоэпидемические комиссии при облгосадминистрации, которые должны разработать оригинальные планы предотвращения. И в оригинальных планах предотвращения должно быть предусмотрено финансирование всех запланированных мероприятий. То есть это тоже новое. Сейчас в нашем регионе создается вот эта противоэпидемическая комиссия, которая в общей сложности еще и должна пересмотреть или утвердить новую госпитальную базу по данной инфекции или усовершенствовать, внести изменения в существующие госпитальные базы. Если, коротко, то так. Спасибо. Можно тогда, если Вы уже начали по закупкам защитных средств, сказать, люди интересуются вопросами, обеспечена ли наша госпитальная база достаточным количеством оборудования, которое необходимо в случае проведения искусственной вентиляции легких и других поддерживающих мероприятий в случае госпитализации таких пациентов? Ну, основным из методов лечения на сегодняшний день по данной инфекции есть кислородотерапия или переливание плазмы крови переболевших людей. Еще в 2015-2016 год был серьезный уровень заболеваемости гриппом H1N1, который характеризовался также тяжелыми пневмониями. И тогда вопрос обеспечения лечебных учреждений города, кислородной аппаратуры и концентраторами стал в первую очередь. После этого ежегодно идет обновление до оборудования, проводятся дополнительные закупки для данной ситуации. То есть на сегодняшний день этот вопрос отлажен. И при данной инфекции серьезный акцент делается на реанимацию. Реанимационное отделение у нас в городе тоже готово к приему таких больных. Скажите, пожалуйста, интересуются Одесситы, как именно будет организована изоляция в случае выявления пациентов с коронавирусом, их отделение от других больных для недопущения дальнейшего инфицирования. И тот же самый вопрос, если можно, несколько слов о порядке вообще диагностики, каким образом будут использоваться тест-системы, где будет проводиться диагностика, в какой лаборатории и дальнейшие действия в случае выявления таких пациентов. Ну, что касается изоляции, что касается госпитализации, эти вопросы говорены как в национальном плане, так и в приказе Министерства здравоохранения 185. Там же также есть рекомендации по проведению диагностики. На сегодняшний день, если говорить на сегодняшний день, то основным лечебным учреждением в городе Одессе, которое будет заниматься приемом и лечением больных, является городская клиническая инфекционная больница. О степени ее подготовки, я думаю, что Светлана Ягтна остановится отдельно. Что касается диагностики, то по информации Министерства здравоохранения, 5 февраля появилось о том, что Украина получила 25-30 тест-наборов для проведения диагностики. На нашем уровне, на уровне, допустим, города Одессы, на уровне первичной звена оказания медицинской помощи, у нас задача выявления, срочная госпитализация, доставка в инфекционную больницу, отбор материала и доставка материала в референс-лаборатории. Диагностика будет проводиться только в референс-лаборатории и только при наличии клинических и эпидемических показаний. То есть, если будут признаки заболевания, если будет известно, что человек или был в Китае, или был в Ухане, или контактировал в ближайшие дни, то тогда, да, будет проводиться диагностика. Референс-лаборатория Центра общественного здоровья город Киев. То есть, надо доставлять туда материал. Сегодня прошла информация о том, что Украина якобы приступила или уже имеет суеты систему для диагностики. Если это соответствует, то не исключается, что вопрос диагностики будет на уровне Министерства здравоохранения, пересмотра. Скажите, пожалуйста, еще люди спрашивают, в случае выявления заболевания с симптоматикой, которая может быть похожа на коронавирус, плюс какая-то такая вот история путешествия, которая может быть подозрительная в плане нахождения в Азиатском регионе, есть ли какие-то рекомендации для таких людей? Должны ли они обращаться в лечебно-профилактические учреждения самостоятельно? Либо они должны воспользоваться городской службой неотложной помощи, либо они должны вызвать скорую помощь? Что можно порекомендовать людям? Мы понимаем, что пока этого заболевания в Украине нет, но хочется перестраховаться тем, как им правильно действовать, какой должен быть механизм обращения за медицинской помощью. Алгоритм оказания медицинской помощи в данном случае, опять же, предусмотрен вышеназванными директивными документами. И коротко по алгоритму я остановился. Появление госпитализации для вносит к лечению. Что касается клинических проявлений, то острая респираторная инфекция, вызванная данным коронавирусом, а коронавирусов вообще-то очень много, скажем так, характеризуется тем, что из клиники может быть лихорадка, повышение температуры, кашель, насморк и до тяжелой пневмонии, а у некоторых может начаться именно с признаков заболевания кишечной инфекции, то есть температура лихорадка и с дисфункцией. То есть тут динференцированный подход должен быть. Но в любом случае, несмотря на любые клинические проявления, в первую очередь заболевший должен обратиться к своему семейному врачу, и семейный врач будет определять дальше, что и как поступать с этим больным. То есть если там у нас даже не только по коронавирусу, а всегда по гриппу, ОРВИ, Министерство здравоохранения разработало нам такую простую рекомендацию, заболел сиди дома, может ли человек в телефонном режиме позвонить своему семейному доктору, и вот получить какой-то совет, как именно дальше ему действовать? Не может, а обязан по телефону вызвать своего семейного врача. Семейный врач на основании клиника эпидемиологического диагноза уже будет решать вопрос. По чрезвычайным ситуациям в городе есть три сформированные, три бригады на случай возникновения особо опасных инфекций, имеющих международное значение, и три резервные бригады. Притом эти бригады укомплектованы и средствами защиты, и средствами оказания медицинской помощи, и укомплектованы, что самое главное, транспортными единицами. То есть, если необходимо вызывать эту бригаду, эта бригада решает вопрос о госпитализации или не госпитализации в инфекционную больницу. Я уже говорил, что наша городская клиническая инфекционная больница является основным лечебным учреждением по оказанию медицинской помощи при возникновении таких случаев заболевания. Можно тогда по инфекционной больнице попросить Светланы Яковлевны тогда, как раз если мы к этому перешли, рассказать по поводу коечного фонда. Мы, насколько знаем, еще с 2015 года у вас есть боксированный корпус, где, как мы понимаем, есть как раз палаты, обеспечивающие возможность изоляции таких больных для дальнейшего недопущения. Что у вас с обеспечением? Медицинская аппаратура по средствам индивидуальной защиты. И кто будет, кстати, применять эти средства защиты, а не для пациентов или для медработников? Значит, я должна вначале сказать, что человечество в разные периоды своего существования всегда сталкивается с различными инфекционными заболеваниями. Теперешняя ситуация ничем не отличается от предыдущих веков. В средние века, которые ближе всего, так скажем, временным соотношением к нам, были эпидемии натуральной оспы, чумы, холеры. Холера встречается до сих пор в странах Юго-Восточной Азии и Африки. В Африке есть лихорадка Эбола, которая тоже приносит очень много неприятностей. То есть меняются инфекционные заболевания. Преобладали раньше бактериальные инфекции, теперь преобладают, начиная с середины 20 века, да даже и в начале 20 века была колоссальная вспышка гриппа, инфлюенция так называемая, испанка, от которой умерло достаточно большое количество человек, несравнимое с теперешним, может быть, ну, трудно говорить пока, заранее нельзя говорить, но во всяком случае инфекционные заболевания существовали всегда и будут существовать всегда, пока существует человечество, существуют животные, потому что есть заболевания инфекционные, которыми болеют только люди, называются антропонозы, есть теми, которые болеют, животные зоонозы, и есть заболевания, которые называются антропозоонозы, которыми болеют и люди, и животные. Коронавирус, вы знаете, известен еще с середины 20 века, их много очень штаммов коронавируса, это штамм новый, очень агрессивный, не все, в общем, понятно, не только нам, не понятно всему миру, в общем, это достаточно большая вспышка, или теперь уже как квалифицирует ВОЗ эпидемия, но во всяком случае, я к чему это веду, к тому, что инфекционные заболевания деться никуда не могут. В каждой области Украины и вообще в мире, ну, все решают эти вопросы по-разному, существуют либо инфекционные при многопрофильных больницах, либо отдельно инфекционные стационары. В Одессе всегда традиционно была инфекционная больница, причем она отличалась от других больниц, некоторых больниц нашего региона, и имею в виду Украины, тем, что, к сожалению, она, ну, к сожалению, к счастью, это сложно сказать, она предназначена для госпитализации и взрослых, и детей. Инфекционная больница города Одессы в 20 веке, она была рассчитана на 840 коек, потом количество пациентов стало уменьшаться, количество госпитализированных уменьшается, и теперь наша больница рассчитана на 420 коек. Из них 215 это инфекционных коек для госпитализации взрослых и 205 инфекционных коек для госпитализации детей. В 2015 году было сдано в строй боксированное отделение, которое предназначено для госпитализации пациентов с капельными группами инфекциями и особо опасными инфекциями. Ну, по рекомендации ВОЗ, те, которые мы слышим, скорее всего, что коронавирус объявит особо опасные, наверное, инфекции, поскольку большое количество заболевших. У нас есть это боксированное отделение, оно рассчитано на 65 коек, но я бы хотела сказать следующее. На случай, ведь при массовых заболеваниях никакой инфекционный стационар справиться с потоком больных в несколько тысяч не сможет. На такие случаи Виктор Кириллович уже частично говорил об этом. В каждом городе, в каждом населенном пункте существует план перепрофилирования коечного фонда этого населенного пункта на случай возникновения эпидосложнений. Вот в данном случае мы имеем дело с возможными эпидосложнениями. Точно так же, как бывают эпидосложнения, большое количество вспышка гриппа или какого-то другого инфекционного заболевания. То есть на случай эпидосложнения предусмотрено. Есть базовый стационар, в который госпитализируются больные. Это обычно инфекционная больница. В том случае, если коек инфекционной больницы для госпитализации больных с сигнальными признаками инфекции не хватает, значит разворачиваются другие стационары города. Это госпитализация пациентов. Для госпитализации контактных с какой-то инфекцией в данном случае с коронавирусной или госпитализации других инфекций, контактных пациентов, которые здоровы, но были в контакте с заболевшими, это называется изоляция и обсервация. Для этой цели, если это, например, единичный случай, вот предположим, любой инфекции, единичный случай, он госпитализируется в инфекционный стационар, Если это, опять же, единичный случай, там 2-3 контактных, они также предназначены для госпитализации в отдельный бокс боксированного отделения. В том случае, если больных много и, соответственно, будет большое количество контактных, в этом случае предусмотрено разворачивание изоляторов и обсерваторов в учреждениях даже немедицинского профиля с организацией материально-технической базы. Это могут быть санатории, дома отдыха, это могут быть другие учреждения, в которых можно разместить здоровых людей, которые будут находиться на карантине и проходить обследование. Как это вы видели, происходит, когда эвакуируют государство своих граждан и организуют изолятор вне пределов лечебного учреждения, потому что таких людей достаточно много. Три бокса инфекционной больницы, они оборудованы системой отдельной вентиляции, они предназначены для госпитализации особо опасных инфекций. Персонал инфекционной больницы, у нас есть еще два отделения, они полубоксированы, но в случае необходимости в них можно будет госпитализировать. В инфекционной больнице есть реанимационное отделение на 6 коек, которое обеспечено дыхательной аппаратурой, пульсоксиметрами и кислородными концентраторами. Также кислородные концентраторы есть и в боксированном отделении, и в других отделениях больницы, в настоящее время в которые госпитализируются больные с гриппом, которые нуждаются в кислородной поддержке. Кроме того, в реанимационном отделении инфекционной больницы есть централизованная подача кислорода во все 5 боксов, которые у нас есть. Защитная одежда в инфекционной больнице есть всегда, у нас есть защитная старого типа противочумные костюмы, которые у нас есть, которые, конечно, теперь не очень актуальны. У нас есть одноразовые комбинезоны, и вот в феврале месяце городом были выделены дополнительные деньги, и нам привезли уже, мы получили пятницу и вчера, защитные очки, которые входят в состав защитного костюма для особо опасных инфекций. Мы закупили респираторы, одноразовые маски и многоразовые маски-респираторы. Сегодня, то есть, извините, пожалуйста, в среду нам доставят партию комбинезонов защитных и противочумных комплектов номер 5. Это так называемая защитная одежда для персонала. По опыту большой вспышки гриппа калифорнийского свиного в 2009-2010 году, каждый пациент, который поступал в больницу, кроме того, что персонал работал в обычных масках, конечно, это спрашивают, может ли маска защитить от коронавируса. Многие говорят, что не может, но это в любом случае барьер, хоть маленький, но барьер, точно так же, как и мытье рук. Может быть, и нет, потому что не все ясно в путях передачи коронавирусной инфекции, считают, что все пути возможны. И воздушно-капельный, и фекально-оральный путь возможен, учитывая проявление этой болезни, и контактно-бытовой путь возможен, и даже считают, что, возможно, трансплацентарный тоже возможен. Но это пока все, понимаете, это все новое, никто с этим не сталкивался, все это может быть. Поэтому в любой ситуации даже обычная маска является маленьким, но барьером, и пренебрегать, я считаю, этим не стоит. Так вот, пациентов, которые поступали с гриппом, потому что для всех было страшно, и это было тоже очень страшно в 2009-2010 году, это тоже барьер. Каждому пациенту выдавали маску, и каждый пациент, который поступал к нам с гриппом, кроме того, что персонал был в маске и пациент был в маске. Защитная одежда предназначена для работы и защиты персонала, потому что персонал инфекционной больницы, так же, как персонал кареты скорой помощи, которая повезет больного, должен быть... Если они приняли вызов на... и пациент, известно, что по анамнезу, эпиданамнеза известно, что он был в странах неблагополучных по данному заболеванию, персонал скорой помощи должен быть оден в защитные костюмы, его привозят в защитном костюме, и точно так же персонал отделения, если поступает такой больной. Скорая помощь, как правило, по схеме оповещения, врач скорой помощи сообщает своему руководству, руководство сообщает в инфекционный стационар, что вам везут больного, подозрительного на какую-то особо опасную инфекцию в данном случае. Персонал приемного отделения, в который будет... приемное отделение у нас... Сдано новое приемное отделение, в котором есть три отдельных отсека для приема больных с разными инфекциями. Это отсек для приема больных с кишечными инфекциями, отсек для приема больных с капельной группой инфекций, любые респираторные, грипп, ангины, и отсек для приема пациентов с корью, ветрянкой, то есть с сыпями. То есть такие отсеки есть, и персонал обязательно поступает такая информация, либо из аэропорта, например, ну, разные ситуации могут быть. Персонал одевается в приемное отделение, затем пациент, если в этом есть необходимость, он поступает через приемное отделение, если больной тяжелый и в этом нет необходимости, пациент непосредственно скорой помощью доставляется в бокс отделения, которое предназначено для госпитализации таких больных, то есть в отделение номер 10. Вот такая у нас сейчас ситуация. Спасибо, Светлана Яковлевна. Еще вот как раз Вы затронули вопрос относительно масок. Можно еще раз уточнить, возник такой ажиотаж, как мы всегда знаем, при каких-то слухах и панике в аптеках, люди скупают обычные медицинские маски. Насколько целесообразно носить медицинскую маску здоровому человеку, например, перемещаясь по улице, либо заходя в общественный транспорт, либо какие-то места массового нахождения людей. И сюда же вопрос нам задает о том, какие существуют средства дезинфекции, которые могут быть эффективны от распространения коронавируса, насколько он вообще живуч в окружающей среде, насколько он устойчив. И если можно по Вашей больнице, два слова, как у Вас именно, как часто производится дезинфекция именно в инфекционной больнице, и какие-то средства, кварцевание, вот как это организовано у Вас? Существует приказ о мерах дезинфекции при кишечных инфекциях, при вирусных инфекциях. Они не очень отличаются. И вот вопросы, которые я читала, хлорка давно уже никто не пользуется. То есть пользуются, но очень редко, потому что сейчас есть современные дезинфекционные средства, которые есть в каждом стационаре, не только в инфекционном, везде. Поэтому запаха хлорки никакого нет уже и быть не может. Хлорка используется очень редко, в определенных совершенно случаях, и достаточно редко современные средства, которые есть у всех, и в том числе у нас есть эти средства. Поэтому хлоркой, если Вы не слышите запаха хлорки, не пугайтесь, потому что современные средства пахнут немножко по-другому и совершенно не так интенсивно, и меньше воздействуют на организм человека. Это уже несколько лет, это не сейчас. Это все есть. Кварцевые лампы также есть, и в соответствии с режимом, как положено, все это производится, как положено, по действующему у нас эпидрежиму. А то, что касается... Потому что, еще раз говорю, хотя много очень по этому поводу различной информации, но так, чтобы сказали, вот как мы говорим, вот, например, корь. Вот меня спросили, или Виктора Кирилловича спросили, я Вам точно говорю, что корь передается исключительно воздушно-капельным путем, и другого пути нет. В этом вопросе пока еще ясности такой нет. Очень много всего, я думаю, что ученые активно над этим работают, и нам через какое-то короткое время скажут об этом, потому что это работают самые лучшие умы мира над этим, поэтому я думаю, что это очень скоро будет. Вот этого пока нет. Поэтому, я уже говорила, что если человек... Это зависит от менталитета каждого человека. Японцы, вон, ничего не стесняются, они в обычной жизни носят маски. Ничего никто не стесняется. На экскурсию идут тоже в масках. Это зависит от каждого человека. Это небольшой барьер. Вы считаете необходимым одеться, стесняться тут нечего, пожалуйста, одевайте хоть какой-то барьер. Если существует воздушно-капельный путь, он все равно небольшой уменьшится. Если вы лишний раз помоете руки, мы все лишний раз помоем руки, ничего страшного с нами не случится, потому что для мытья рук даже считается, что 80% микробов исчезают с рук после обыкновенного, двухкратного мытья рук с мылом. И все. И даже не нужно до средства. То есть я не призываю к этому, нет. Но это исследования, которые проведены, которые задокументированы. То есть все это должно использоваться. Ну, истерия может быть, каждый человек может истерить, и мы все можем истерить. Кто-то больше, кто-то меньше. Ситуация, естественно, сложная, и во всем мире она сложная. Поэтому к этому просто нужно относиться, ну, следить за собой. И все эти меры, которые есть, даже элементарные меры, потому что вы же знаете, вот, например, ну, кишечные инфекции, мы всегда об этом говорим. Элементарные меры нужны, чтобы избежать кишечных инфекций. Это касается всех кишечных инфекций, в том числе и холеры, которые относятся к особо опасным инфекциям. Поэтому, ну, я не знаю. То есть защищая себя сейчас от потенциально возможного коронавируса путем дезинфекции, частого мытья рук, соблюдения других санитарно-гигиенических норм, мы также вносим вклад в свое здоровье, защищаем себя от того же гриппа, ОРВИ, кишечных инфекций. И очень важно, чтобы человек, который приехал откуда-то, вот мы всегда приводим этот пример на примере малярии. Вот человек каждый, у нас теперь такая миграция населения в мире, что каждый человек имеет, если он имеет возможность, он ездит. Каждый человек, вот, который приехал из какой-то страны, ну, все же читают и прессу, и телевизор смотрят. Ну, мало того, что доктор должен спросить эпидонамность, спросить, где вы были, были ли вы в какое-то стране неблагополучное, если у больного есть определенные симптомы, температура. Это обязательно. Для инфекциониста это обязательно. Я считаю, что это для всех врачей сейчас обязательно, потому что такая ситуация в мире. А пациент сам должен сказать, доктор, я был в Африке, или я был, например, в Китае, или я где-то был. И когда он это сказал, это называется эпидонамность, он это сказал и говорит, а я здоров, у меня никаких признаков нет. Это одна ситуация. Если он говорит, что доктор, вы знаете, у меня что-то першит в горле, у меня какой-то понос был, это совершенно другая ситуация. Это требует немедленного направления пациента в инфекционный стационар и забора у него материала для вирусологического исследования. Дальше этот материал, мы его забираем, он поступает на старостяную в референс-лабораторию областного лабораторного центра. Они делают исследования, исключающие в теперешней ситуации, исключающие грипп и всю респираторную группу, включая все коронавирусы, которые у них есть, тесты. Если они этого не находят, и у пациента есть анамнез и есть клиника, они направляют материал в референс-лабораторию в Киев. Пока вот такая ситуация, потому что тесты только в Киеве. Дальше может изменится ситуация, потому что наша референс-лаборатория – это прекрасная лаборатория, которая очень мощная, очень сертифицированная лаборатория, которая все может делать. Просто им нужны материалы, тест-системы. Все то, что они делают, как правило, все подтверждается. Скажите, пожалуйста, насколько могут быть целесообразны мероприятия по какой-то дезобработке общественного транспорта или с учетом того количества людей, которые там перемещаются, и то, что они контактируют друг с другом, это… Вы знаете, это всегда актуально. А так, когда помыть лишний раз даже у себя в кухне, не мешает. Не мешает. Это же так же, как во всех общественных местах, по-моему. Значит, вопрос дезобработки в последнее время по тем, даже сюжетам, которые есть в средствах, масса информации, очень активно и очень часто уделяется именно Китайской Народной Республике. Мы прекрасно, ну, тот, кто следит за данной ситуацией, прекрасно обратил внимание на специальную технику, которая ездит и обрабатывает все вокруг, отдельные для людей по типу пропускной системы. Продолжение следует... 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 ...ситуация была по заболеваемости гриппом и ОРВИ, и с целью даже предотвращения обычного гриппа и обычного ОРВИ Всем заболевшим людям, которые приходят в лечебное учреждение, им дают одноразовые кюргические маски, обычные маски. Человек, придя в лечебное учреждение, может доступно получить данную маску. Ну и в детском городском среде это есть, в областной администрации это делается. То есть в общественных местах, там где идет скопление людей, уже отлажена система обеспечения этими хирургическими масками. То есть, наверное, как говоря о кишечных инфекциях и о гриппе, как сказала уже Светлана Яковлевна, мы всегда должны акцентировать внимание на своей личной ответственности за свое здоровье, за здоровье своих детей, родных и близких. Поэтому от каждого из нас зависит помыть руки, носить с собой дезинфекционное снижение лишним, а может не будет. То есть обработка частой рук, особенно после посещения общественного транспорта, после посещения мест, где находится большое количество людей. Также я, кстати, слышала от китайцев такую вот рекомендацию по возможности ограничить перемещение в лифтах, потому что это вот то замкнутое пространство, да, где может быть высокая более концентрация вируса, и человек больной, он уже выше. Мы заходя, нам кажется, что это лифт пустой, это безопасно, а тем не менее, какие-то там частички инфекционного агента могут находиться некоторое время, поэтому мы еще укрепим свое здоровье таким образом, что там один, два, три этажа, можно подняться, спуститься по лестнице. Ну, на корабле на этом, Diamond, там же общая система, да, все понятно. То есть, таким образом, можно уже, наверное, подвести такие небольшие итоги нашего брифинга. Мы ответили на те вопросы, которые нам задавали одесситы. Департамент здравоохранения Одесского городского совета всегда готов дополнительно отвечать на вопросы. Подписывайтесь на нашу страничку в социальных сетях. Мы есть в Фейсбуке, нам можно там либо в постах, либо личными сообщениями задавать вопросы, которые вас интересуют как по поводу коронавируса, так и по поводу других заболеваний. Департамент здравоохранения Одесского городского совета держит и мониторит постоянно ситуацию с заболеваемостью, различными инфекционными заболеваниями в городе, держит на контроле, осуществляет мониторинг и оперативно держит связь и с Министерством здравоохранения, и с областными структурами здравоохранения. И в случае возникновения тех или иных вызовов, готов оперативно реагировать для оказания помощи одесситам и для обеспечения эпидемического благополучия на территории города Одессы. Спасибо вам большое. Спасибо. Выключать?